В третьей части нашей техники реализации целей мы поговорим о Марсе. Марс — это функция действия, функция автоматического выполнения «я» уже задуманного. И если Солнце отвечает за абстрактное намерение, хочу то-то и абстрактно намереваюсь это сделать, то Марс отвечает как раз за первый шаг. И в нашей игре пинг-понга с реальностью самым сложным оказывается всегда первый бросок. И самым сложным оказывается первый удар ногой о дверь, потому что человек всегда боится, всегда думает, всегда какие-то у него задние мысли. И основными причинами так называемой лени являются, ну, они в основном все эти причины надуманные. Либо это внутренние убеждения ограничивающие, что таков бич-мегаполис, что если бы я жил в Гималаях, то я бы в пять утра вставал с птичками, прочее-прочее. Если бы у меня были деньги, если бы у меня была качественная еда, если бы у меня не было нелюбимой работы. Ну, человек придумывает себе целый список причин, хотя на самом деле там глубинный-глубинный страх. Либо это низкая самооценка, либо это страх будущего. А что будет, если я начну действовать и проиграю? А что будет, если я не попаду и не реализуюсь? Как на меня там посмотрят другие люди, соседи? Эти все причины отсекаются нашей первой частью повествования, связанной с усилением Солнца. Когда у вас есть горящие внутренние я, когда у вас есть путь, то вы с него никогда не свернете и будете повторять и действовать до бесконечности, пока не добьетесь до результата. Как Эдисон, который несколько десятков тысяч раз попробовал зажечь лампочку, она у него в руках и взрывалась, и он ходил весь по пояс в саже, но все равно он не прекратил свои опыты. Вы будете подобны Сильвестру Сталлоне, которого тоже несколько тысяч раз послали, грубо говоря, на три буквы с его первым сценарием в Голливуде. За счет как раз энергии Марса, за счет повторяемости, за счет настойчивости, этот всемирно известный человек добился своего результата. Решение проблемам продуктивности — это достаточно сложное комплексное мероприятие, которое с помощью карты рождения, в общем-то, мы выстраиваем такую мощную стратегию в несколько стадий, но опять же в рамках нашего сегодняшнего рассказа. Это будет простейшая техника — игра сам себе астролог. Открываем по ссылке, которую вы можете видеть на своих экранах, наш сайт. Это астропроцессор онлайн. Вводим свои данные через меню гороскоп, стандартная карта, одинарная карта, и узнаем, в каком знаке находится именно ваш Марс. Фактически мы делаем себе шоковую терапию. Придумываем такой секрет, такой как будто код в играх, который позволяет одним набором какого-то пароля получить 10 тысяч жизней. Ну вот то же самое делаем со своим организмом, со своей карты, и стартуем этот самый заглохший автомобиль вашей активности, толкая его. Что делать ленивцам, у которых Марс вовне? В принципе, вот по определению Марс вовне находит свои обители. Он там максимально силен, и проблем со стартом у вас меньше всего. Но в целом, если вы, например, подзадавлены какими-то социальными догмами, и вам говорят, что дело должно быть большое, продолжительное, стратегическое, то это не ваше. Вы стартуете лучше всего в режиме пожара, когда врал, когда надо работать с короткими быстрыми циклами и решать тактические задачи. И если вы сегодня делаете одно дело, завтра другое дело, а послезавтра уже совершенно третье, это нормально. В таком режиме вы должны работать с точки зрения замысла природы. Если вы обладатель Марса в Тельце, здесь необходимо уже никакой не обрал, а наоборот атмосфера комфорта. Либо это атмосфера предопределенности, например, если вы взяли за работу уже предоплату, тогда вы точно будете работать, вы знаете, что вы за нее уже получили деньги, и по факту, и замотивировали себя материально. Комфорт может быть и в виде сеанса массажа с утра, комфорт может быть и в виде красиво обставленного рабочего места. Если у вас Марс в Близнецах, для старта дела необходим информационный компонент. Перечитать все книжки, перезнакомиться со всеми ключевыми персонажами в деле, посоветоваться с друзьями, попробовать что-то симулировать виртуально, соответственно, через компьютер или айфон и так далее. Проиграть математически можно. Таким путем замотивировал себя напрямую. Для Марса в Раке необходим уже эмоциональный стимул. Либо вы придумываете женскую фигуру, ради которой вы совершаете это действие, либо вы говорите, что вы работаете ради семьи, ради родины, ради укрепления здоровья. Либо вам необходимо для старта дела свить себе уютное гнездышко, принести мишку на работу, заварить себе хороший чай, включить красивую музыку и так далее, и так далее. Если вы обладатель Марса во Льве, для старта дела необходимо себя похвалить любым путем. Либо придумать себе какой-то бонус, либо придумать себе какой-то сертификат достижений и так далее. Либо просто начать работать на публике в режиме примера. Учитесь, вот у меня дети мои. Либо еще Марсов вариант — это создать атмосферу игры. Если вы выбираете такую работу, за которую вы готовы взяться, даже если вам не будут платить деньги, тогда имейте в виду, что тут старт дела будет незамедлителен. Марс 9 достаточно продуктивен. В принципе, проблем с прокрастинацией у вас меньше, чем у большинства представителей человечества. Однако, чтобы наиболее эффективно и продуктивно начинать дело, и чтобы его быстрее стартовать и меньше лениться, очень помогает ситуация побить дел на маленькие участочки, на маленькие отрезки. Если вы выполняете что-то в режиме 10 минут в день, если вы это прописали и вбили себя в ранг привычки, то нет такого дела во Вселенной, к которому вы не смогли приступить. Марс в Весах очень любит работать в паре и очень долго советуется и сомневается, когда он, соответственно, находится один на один. Либо вы советуетесь, читаете литературу, эмулируете в компьютере дело, либо ищете себе партнера, коллегу, с кем можно делать это вместе. Вариант 3, если ничего из перечисленного не подходит, необходимо выбрать дело, связанное либо с высоким интеллектом, консультацией, обучением, либо выбрать дело, связанное с эстетикой. Ну, например, у многих массажистов, у актеров Марс в Весах. Марс в Скорпионе. Очень плохо работает в стандартных ситуациях, когда есть фиксированные вознаграждения, комфорт и так далее. Для Скорпионьих Марсов необходимо, наоборот, ситуация Аврала, ситуация завтра экзамена или ситуация завтра сдачи отчета. Для старта дела вам необходимо нагнать напряжение. Необходимо поставить себе очень короткие сроки и, соответственно, в лучшем случае должна быть некая атмосфера кризиса, когда надо что-то ломать, реформировать, критиковать, уничтожать. Или еще вариант работать с тонкими энергиями. Например, у Марс в Скорпионе, у многих психологов, массажистов, биоэнергетиков и так далее. Также Марс в Скорпионе шикарно проявляется у инвесторов, где надо работать в ситуациях полной неопределенности. Если у вас Марс в Стрельце, для старта дела не надо его, соответственно, бить ни на какие маленькие подзадачки, там необходимо сразу углубиться в масштаб. Необходимо поставить большую цель лет на пять вперед, необходимо соотносить с этой целью каждый свой шаг, каждый свой чих. В идеале дело должно быть или элитарным, или связано с чем-то высоким. Например, если это религия, или это какой-то философский контекст, или какой-то моральный повод, чтобы начать дело, облагородить всех сервис земли, помочь котам, чтобы они не мерзли зимой. Соответственно, вот Марс в Стрельце ради такой масштабной широкой цели готов расстараться. Материальные дела или какой-то комфорт Марс в Стрельце не интересует, можете, грубо говоря, работать, просто вот собирая что-то на коленках. Для Марса в Козероге очень и очень необходимы четкие конкретные правила, четкий конкретный план. Когда вы буквально по неделям расписали какую-то большую годовую задачу, когда есть правила игры, и вы их не собираете менять, а также когда есть эффект стабильности, когда не меняются условия, никто не лезет под руку, ни с кем не надо советоваться, и можно работать спокойно в одиночку по своим правилам, когда вы целиком и полностью контролируете ситуацию. Поэтому если вы хотите успешно выполнить какую-то рабочую задачу или реализовать свою цель, надо просто всю ответственность взвалить на себя, сказать, я за это в ответе, ни с кем советоваться не собираюсь. Марс в Водолее. Вообще не самый главный любитель быстро начинать реализовывать дела, потому что Водолей связан с такими значительными абстракциями. Однако, если у вас стоит цель, необходимо приступить к ней здесь и сейчас, необходимо либо зарядить свое любопытство и замотивировать себя чем-то таким интересным, либо объединиться в коллектив, в команду друзей, начать решать это вместе, либо выбрать род деятельности, связанной с чем-то интеллектуальным. Пиар, организация мероприятий, телевидение, высокотехнологичное творчество, программирование. Вот все, что связано с наукой и техникой. Марс в Водолее, в общем-то, приступает к этим делам с удовольствием. Марс в Рыбах в некой психологической норме считается одним из самых ленивых. Однако, если мы правильно подойдем к себе и придумаем себе правильные мотиваторы, то Марс в Рыбах свернет любые препятствия. Что же за мотиваторы? Во-первых, какая-то абстрактная мечта. Она может быть и прагматическая, она может быть религиозная, она может быть благотворительная. Но так или иначе, если вы боретесь за мир во всем мире, если вы облегчаете чьи-то страдания, если вы кого-то лечите, или если вы идете к какой-то тонкой энергетической материи и следуете заветам какого-либо гуру, тогда Марс в Рыбах достаточно быстро и резко стартует. Очень хорошо видеоинструкции, очень хорошо пойдут все ситуации, связанные с музыкой, медитациями и воображением. Соответственно, сначала вообразили дело в голове, потом очень быстро приступили к нему в реальности. Таким образом, если применить такую шоковую терапию в себе и применить хитрые мотивационные условия, то на выходе вы должны иметь следующую цепочку. Вы хотите, вы желаете, вы намереваетесь и достаточно быстро тут же это делаете. Если есть цель, то ее адекватно расписывать в следующем формате. Измеримый показатель, что вы хотите получить на выходе. Столько-то денег, такой-то дом и так далее. Такой-то навык, например, если мы берем нематериальную сферу. Затем срок, ну примерно к какому времени вы хотите получить первый результат. Третий пункт – реальное действие. Какое действие я совершу уже вот через час, чтобы хотя бы на один миллиметр продвинуться к своей мечте, к своей цели. Таким путем вы закольцовываете всю нашу парадигму, всю нашу схему, когда сначала желаем, это самое внутреннее я испускает некий эманации, некий поток «хочу», поток складывается в картину будущего. Картина будущего наряду с нашими убеждениями, мыслями, словами создает повод для действий. Действия начинают расшатывать реальность вокруг вас. Судьба очень чутко откликается на эти действия, начинает вбрасывать маяки, открывать двери. Новые возможности в нашей реальности, вы эти возможности используете и опять новыми-новыми действиями двигаете. Дальше алгоритм чисто марсовый. Действуете, ошибаетесь, получаете энергию, получаете эмоцию, двигаетесь на плюс одну ступеньку. Опять действуете, опять ошибаетесь, опять вывод, опять действие, опять ошибка, ну и таким путем. Две ступеньки вверх, одну вниз, опять две ступеньки вверх, потом одну вниз. Для чего вниз? Ну так жизнь просто устроена, опять же связана с некой резонансной матрицей нашего бытия. И умение отступить, умение использовать этот маятник, то в одну, то в другую сторону, дает вам как раз ту самую энергию для достижения. Это в прогностической астрологии смысл аспектов квадратуры. Все преградные ситуации делают нас сильнее. Таким образом, используйте по назначению планеты своей карты и достигайте всего, чего вы пожелаете. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...